Выявить собственную быстроту, ловкость, выносливость и прикладные навыки может любой желающий и в любом возрасте. О внедрении комплекса норм ГТО отчиталась Елена Володина сегодня утром в аппаратной. Основные принципы комплекса ГТО это добровольность и доступность, оздоровительная направленность, обязательность медицинского контроля и учет региональных особенностей и национальных традиций. Напомню всем участникам, что реализация комплекса ГТО состоит из 11 ступеней. Это 11 возрастов, когда вы можете принять участие в сдаче ГТО. Видим, ограничений практически нет. Любой гражданин Российской Федерации от 6 лет может начать сдавать этот комплекс. 16 тысяч жителей района уже зарегистрировались на сайте ГТО. Основная площадка для сдачи норм – территория дворца спорта Бориса Глебский. На декабрь месяц в Равенском районе прошло тестирование более 2000 человек. Получили знаки отличия 300 человек, из них 150 – золотых. В Равенском районе 22 декабря в Борисе Глебском прошел фестиваль участников ГТО. Это когда такая площадка, но мобильная, приехала к нам, и мы поставили ее в спортивном зале Бориса Глебского. На этот фестиваль пришло более 700 человек. И это были не только старшеклассники, но и взрослые населения, которые в тестовом режиме посмотрели, а могут ли они сдать этот комплекс ГТО. На прошлой неделе прошел финал ежегодного конкурса «Педагог года». Итоги подвели, призы раздали. Приятно отметить, что Лыков Денис Александрович, учитель технологии Джинской школы, будет продолжать у нас участвовать в конкурсе «Педагогический дебют» на уровне Российской Федерации. А вот наш уже традиционный конкурс, в котором на протяжении многих лет участвовало 198 учителей, завершился победой двух замечательных педагогов. Это педагог-логопед детского сада номер 60, Соколова Светлана Александровна, и учитель физической культуры Ранинской средней школы номер 5, Плеханова Надежда Александровна. Провел оперативное совещание первый зам главы района Николай Воробьев. Он напомнил, что продолжаются отчеты глав поселений перед Советом депутатов, отметив важность данных мероприятий. Поблагодарил Николай Сергеевич администрацию кжельского поселения за столь трепетную подготовку и проведение праздника крещения. Девочки хор, те, которые там живут, девочки-сироты, выступали. Также наши кжельские коллективы, летом была построена еще дополнительная купель, и народу, в принципе, было очень много. Эта площадь, которую мы расчистили, в принципе, машинами была заполнена полностью. И люди с удовольствием смотрели, как и праздничную программу, окунались в купель. Масштабное получилось мероприятие, и очень хорошие отклики идут от людей. Пользуясь случаем, Галина Галенкова озвучила жалобу жителей кжельского поселения. По ее словам, пешеходные дорожки вдоль Егоревского шоссе не чистят вовсе, а это прерогатива Мосавтодора. В завершении оперативного совещания прозвучали доклады представителей служб экстренного реагирования. Сейчас получили новое штатное расписание. Нам добавляют и в Заворова, наконец-то, второй ход, чтобы не одна машина была на выезде, а две машины были сразу на выезде. Ну и купление остальных частей. Было два грабежа, оба раскрыты, восемь краш, раскрыты семь. Три факта у нас было задержание наркозбытчиков, причем один, значит, довольно крупный дилер, наркодилер был задержан, изъято 100 доз наркотика. В настоящее время решается вопрос с возбуждением дела. Кроме этого, 30 учетных ДТП произошло по территории района, один человек снова погиб, 6 человек пострадало. К административной ответственности привлечено 470 человек. Екатерина Алфимова, Александр Винченко для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова